привет всем ну что как вы знаете данный mercedes ml пролежал под землей целый год ну даже чуть больше на rcb rtv у меня есть по этому поводу видео вот как я его зарывал доставал и по вашим многочисленным просьбам вы просили меня восстановить данный mercedes поэтому наверное так и сделаем ну не гарантирую что мы будем восстанавливать корпус он мне мало честно говоря интересен у меня есть черный быстрый а вот сама шасси мне нужно это все-таки g-made и шасси хорошая ну относительно по тому времени да и она честно говоря как вы видите в очень ужасном сейчас состоянии куча ржавчины я не знаю даже ну кстати я не вскрывал ни мосты ничего то сейчас мы как раз вскроем мосты полностью разберем данный автомобиль и попробуем привести его в порядок где-то заменим крепеж потому что ржавые болты а саму раму нужно будет полностью отмывать от ржавчины это касается и тяг тоже и крышки еще валяются вот мотор мотор здесь вклинил приемник нормальный а регулятор скорости тоже живой но помнится у него не было заднего хода в общем все по порядку давайте разбирать и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, то есть не ездил и все Шестеренки, ну не знаю, либо разбросало так кострол, что он не осел Либо время повлияло, что на шестеренках ничего из смазки и нету А она вся по сторонам Вот, может LMX так сработал Не могу сказать Но тачке уже 10, наверное, лет Ну не 10, наверное, все-таки лет 8 Плюс-минус Ну что же, здесь все гуд Подшипники внутренние тоже хороши Да, без вопросов Все функционирует А вот внешние подшипники будем менять То есть с ними все плохо Они как раз воспринимали всю нагрузку Ну, воду И не давали туда, вовнутрь просочиться ничему Вот, поэтому внешние меняем А всю внутреннюю оставляем Класс! Супер! И вот этот тоже зеленю Ну что, в редукторе, конечно, все плачевно Да, смазки тут не видать давным-давно, видимо, уже Вот, подшипники я бы тоже заменил Смотрите, если вот это вот было когда-то смазкой То оно сейчас превратилось в какую-то черную субстанцию Вот она, смазка точно LMX зелененький Достается оттуда Но он теперь весь черный стал Обалдеть! Годы берут свое, как говорится И все полностью сухо Ну, в принципе, тут как бы тачка не ездила Оно могло само по себе, да, куда-то Ну, вряд ли бы куда-то исчезло, испарилось или прочее Но, может, ее здесь и немного было Я уже не помню, когда собирал Вот И из минусов, да, это из шасси То, что вот он, мотор стоит И вроде... Ну, все равно, да, есть отверстие Через которое сюда попадает как раз Ну, вода и прочее Вот она же через мотор сюда вот раз Вошла Вот эти выходят Вот сюда вошла А здесь выходит И проходит вот уже сюда Через вот это крепление Видите? Там отверстие в любом случае есть Вот, но, ладно В принципе, здесь все подсмажем Что-то заменим И приведем тоже в порядок Ну что, вот так выглядит он в разобранном виде Да, без инструкции придется его собирать теперь Но, я думаю, ничего сложного не должно быть Крепеж, конечно, вот такой вот И за что не любил джимейды У них всегда крести Ну, видите, да? То есть, под крестовую отвертку Не под шестигранник Это, конечно, минус Вот Вот это все нужно восстановить Сейчас будет Чтобы все нормально блестело Попробуем И тяги Тяги, конечно, вообще в ужасном состоянии Плюс еще привода То есть, привода тоже Где были внешние Смотрите, что с ними случилось Подшипники вклинили Придется выбивать некоторые подшипники Так что Есть над чем-то, так сказать, поработать Ну что же Займемся Итак, друзья Дальше начинаем эксперимент Почитал, что кетчуп неплохо так смывает ржавчину Вот Посмотрим вот на этом элементе Да С болтами и гайками Не очень справился Это сода С водой вместе Честно говоря, сода мне не понравилась То есть, пролежала Примерно пару часов Ничего толком не отмылось Вот И самое пока действенное Это уксус Что у меня сработало То есть, вот это вот За пару часов Примерно Произошло То есть, вот какой был Изначально Вот это вот Два часа в уксусе Уже видим, что Получше стал Металл где-то отмылся И самое интересное Целая ночь в уксусе Ой Что что у меня с фонарем-то, а? Целая ночь в уксусе Дала вон какой результат Сейчас Свет появится Вы видали, да? Прям отмылся Отмылась гайка Вообще прикольно Вот Небольшая емкость У меня вот здесь вот И там у меня еще Есть болты То есть вот Сейчас мы его тоже Высушим И посмотрим Ну я смотрю тоже Вон Смылся Да Уксус действует Неплохо То есть вот оно там Видите? Ржавчина Вот эта вся И Что ж ты будешь делать-то, а? И вот тоже Целую ночь лежал Вон в каком состоянии Прикольно Ну вижу, да Ночь Дает о себе знать То есть это прилично Времени Вот И сейчас Загонял в магазин Лимонную кислоту Еще развел И попробуем Чисто вот в лимонной кислоте Без всяких добавок Значит, что у нас там Процесс на этом все Не растворилось Вода холодная Залил Может теплая Надо было Не знаю Но видите Там что-то вот Бурлит От винтика И также Есть вот Процесс идет Вместе с На гайке Тоже вот эти вот Пузырьки В общем-то Подождем Часик-полтора И уже посмотрим На результат А потом уже Сделаю Вывод Что лучше сработало И Вот эти вот Попробую Закинуть Тяги Потому что тяги Здесь хочется Привести в порядок Если А всякие Винты Гайки Это все Можно заменить Без вопросов То тяги И саму Раму Вы не замените Итак Смотрите Значит Вот это вот Уксус Что сделал По-моему Этот вот Он за час То есть Вот такой вот У нас Винтик И вот такая вот Гайка А вот это Вот лимонная кислота Явно лучше Все обработала Винтик Так вообще Вон То есть Верхняя Вот эта головка Вся вообще Блестит Лимонная кислота Быстрее Справляется С ржавчиной Чем уксус Все Я сделал Для себя Вывод Дальше Что касается Кетчупа То есть Ну вот Это видите Вот ржавчина Какая была Да Механически Она не убирается Но либо убирается Но надо скрести Здесь Прям Как его Забыл Как называется Ну ладно Значит Вот кетчуп Кетчуп Реально убирает Ржавчину Вот здесь Вот Взял Обработал Салфеткой Протер И все Вот Кетчуп Топ Обалдеть Так И дальше Опять Лимонная кислота Но в кетчупе Долго кстати Валялся И лимонная кислота Значит Вот что было Изначально То есть Вот такая вот Ржавенькая деталь Вся В ржавчине Которая Просто протереть Не убирается А нужно Ну либо Механически Прям тереть Тереть И вот Лимонная кислота Часик в ней находился Находилась деталь И вся отмылась Да Просто салфеточкой Потом протер ее И она блестит Короче Лимонная кислота Рулит Кетчуп Тоже рулит Вот Но проще все в лимонной кислоте Дешевле Намного Ну либо Уксус Но уксус Я говорю Дольше немного работает В этом плане И у меня Дальше задача Вот это вот Все отмыть Подшипники Отсюда полностью Все снять И заменить На новые Их надо еще Выбивать Потому что Вот это вот Вообще здесь Закис Я прямо с подшипником Попробую Чтобы вся Растворилась ржавчина И слезет Наверное быстрее Можно конечно В тиски зажать Попытаться Выбить Но сначала Мы преобразуем Ржавчину Уберем А потом уже Займемся остальным Итак В редукторе Шестеренки Все Весь редуктор Почистил Смазал Мобилом Грис Вот этим XHP222 В общем-то Посмотрим Больше особо-то и нечем Либо LMX Либо этим Ну короче не знаю Здесь пластик просто Не знаю как он к пластику относится Походит по-любому Ну естественно Те подшипники Которые уже вышли из строя И просто мне не нравятся Я буду менять на новые Вот подобрал Как говорится Подобрать у меня Всегда есть из чего В общем-то Куча-куча разных размеров Всегда держу под рукой Чтобы не ждать И не заказывать Чтобы тачки всегда были в деле Итак В лимонной кислоте Пролежали где-то Часа полтора Ну час-час полтора Где-то вот так вот Привода Ну в принципе Неплохо так отмылись Просто их взял Протер Салфеткой и все А вот этот привод Посмотрите Он уже начал разрушаться То есть видите Там уже Изъяны начались Вот такие Появляться углубления Коррозия дает о себе знать Прямо начинает разъедаться Идать Вот Но вот это вот в порядке К примеру Тут плюс-минус Все нормально Что касается тяг Ну внешний вид не вернулся То есть вот они Такие остались Грубо говоря Никак Не берет их Я думал Будут прям гладкие Как новые Но нет К сожалению Итак Что дальше касается Мотор значит Был мертвый Все Собрал То есть установил Теперь будет на новом моторе 35 витков Здесь установлено И регулятор скорости Кстати говоря Тоже тот Почему-то сейчас не работает Не знаю Но я поставил Аксиаловский Поставлю Вот этот вот Старенький мой С чего-то снятый В общем-то Будет на нем гонять Так Ну и ждем Все остальное Там еще У меня варится А Ой Один подшипник у меня здесь Никак не убирается С привода Ну я его туда Закинул ВДшка его еще Пшикнул Вот А сейчас он тут упал у меня На самом деле он висел С ВДшкой просто И вот такая вот Грязюка От всех Винтиков И гаек Смотрите Да Ну в принципе Я уже вижу Вон они Чистенькие лежат Потом их выну Все протру И будем уже прикручивать Ну и смотрите Слил Значит Эту кислоту Лимонную И Вот так они выглядят Ну как видите Прямо еще сырые Ничего не промывал Ни водой Поэтому Вот так мы их высыпем сюда Все Все Ну-ка глянем Глянем Ну обалденно Обалденно Их чуть-чуть еще Протереть Салфеточками И все Вообще Видите Бюджетненько Без каких-либо там Дорогих средств Просто лимонная кислота Творит чудеса На самом деле И чайники От накипи избавляет И эти Все От ржавчины Ну а кстати говоря Что касается Самой рамы Возникла проблема Некая Потому что Некуда было ее закинуть Она очень длинная Даже контейнера Нет такого Но Пришлось салфетками Обмотать И залить ее Но в целом Неплохо То есть Все вот эти ржавчины Которые были сверху Отошли Но есть места Сейчас не покажу Наверное Где вот хром Уже слез Полностью Вот здесь вот Видно это место И все Вот Ну можете обратить внимание Да То есть там все Там уже блестеть не будет Но так В большинстве случаев Еще блеск Где-то остался Вот И вот эти вот стойки Стойки тоже Стойки хороши Конечно Неплохо С ними Все Сошло с них Игорь Негода Игорь Негода Ну что В принципе-то Восстановлен Мерин Ну да Как я и говорил Кузов я делать не собирался Ну посмотрите на шасси Ну теперь на нее Приятно уже посмотреть В отличие от того Что было Да Ну хром Конечно Вот не восстановлен В некоторых местах Но где-то еще Поблескивает Но в целом Все норм Да Можно было конечно Все винтики Заменить То есть они теперь Не блестят Они стали такими Матовыми Скажем так Но в любом случае Они без ржавчины Кстати говоря Вот здесь вот Рулевую тягу Еще нормально Так проела Во Видите Да Ох там Короче ржавчина Прям начала металл Есть Видите Вот Ну как бы Тут Да Она долго Видимо где-то лежала И там Ну помните Нарост был приличный Вот Колеса поставил новые Старые В принципе Вполне себе норм Но они плохо едут Мне не нравится Как едут Там дурацкие колеса Вот А в остальном Все Very good Да Ну в общем Я доволен Так интересно Собрал тачку И естественно Остались лишние детали Да Ну в общем Друзья мои Как я и говорил Вот это вот на выброс Да Он мне честно говоря Уже надоел И не особо смотрится А вот что мы будем ставить На данную шась Вот это надо подумать Есть у меня несколько Хороших вариантов Ну в принципе Совбэк Здесь ходы подвески Небольшие Но я думаю Что-нибудь подберу Как видите Стойки я пока не ставил Чтобы уже поставить Стойки под нужный кузов Вот Поэтому Аккуратно Не падай Может все пригодится Для чего-нибудь На дерби На дерби тот мерседес Вот Так что друзья мои Ссылки на комплектующие Под видео Ставлю на автомобиле Чтобы покупать Цена Качество Товарчики Так что заходите Смотрите Вот Савакс вообще живет Вот Выжила Прям вот Регуль даже Почему-то отказал А Савакс Вообще пофиг Вот Савакс Стоп Потому что Полная влагозащита И вообще без разницы На все Так что друзья мои Делайте правильно Выбор тачек Которые способны Пережить Целый год под землей И не ошибайтесь В выборе Ну и на тачке Кстати Ссылки внизу Под видео Тоже есть Пока Ждем Новую часть Про данный G-Mate С новым Каким-нибудь Кузовом